Привет, друзья! Думаю, всем известно выражение, что наглость – это второе счастье. И футбол не исключение. Умные, а иногда даже немного дерзкие действия игроков часто обескураживают соперников, а нестандартные решения позволяют выиграть эпизод и даже целую игру. Хотя некоторые футболисты явно переоценивают свой уровень. И вы увидите, друзья, что из этого получается. Поехали! Многие помнят о диких ляпах вратаря Ливерпуля Лориса Кариуса в последней Лиге чемпионов и добавят, что именно его игра стала причиной поражения красных. Возможно, это и так, но ведь этими ошибками нужно было еще воспользоваться. Как раз это и сделал Карим Бензема. Нападающий выставил ногу и заблокировал вбрасывание мяча руками вратарем на правый фланг. В результате мяч неспешно закатился в ворота и счет в матче был открыт. Вот теперь, друзья, ответьте на такой вопрос. Почему гол Бензема был засчитан, а Рональдиньо нет? Еще и получил желтую карточку от судьи матча. Бразилец не мешал вратарю и не выбивал мяч у него из рук, а просто в очередной раз показал свой незаурядный футбольный ум. Или может рефери просто не фанатки ретро, команды, за которую тогда выступал нападающий? Даже не знаю. Креативные футболисты всегда были в почете как у тренеров, так и болельщиков. Они способны оживить игру и привнести в нее изюминку. Ну а если в команде таких игроков наберется почти половина состава, то ее наставнику однозначно неимоверно повезло. Это все относится и к футболистам юношеской сборной Сербии, которые вот так разыграли угловой удар. Их соперники из Молдовы не успели понять, что произошло. Интересный эпизод произошел в матче Дортмундской Боруссии и Бременского Вердера. Перед исполнением штрафного удара Марко Ройс и Рафаэл Герейру довольно долго что-то обсуждали, а потом устроили вот это. Игрок сборной Португалии своими действиями пытался запутать соперника, и это ему удалось. Последовала подача. Защитники музыкантов словно забыли, что нужно держать игроков противника, и Пако Алькасар беспрепятственно открыл счет в матче. В матче семнадцатого тура нынешнего чемпионата Испании встречались Атлетик и Ивалия Далит. В самом конце первого тайма хозяева получили право на пенальти. К мячу подошел капитан Басков Арица Дуриз и точно пробил поворотом без разбега, сделав всего один замах. Да, суровости этому парню точно не занимать. А на вопрос, почему он пробил одиннадцатиметровый таким необычным образом, нападающий ответил, что в жизни приходят такие моменты, когда хочется удивлять. А этот вальяжный вратарь вместо того, чтобы забрать мяч и выбить его в поле провоцировал соперника и пытался тянуть время. И поплатился за это пропущенным голом. А забивший гол игрок точно заслуживает ваших лайков. За такие, по-хорошему, дерзкие поступки фортуна всегда вознаграждает. Следующий эпизод как раз только подтверждает это. И снова Рональдинио. Вы только посмотрите, что выдумал этот парень. Пошел попросить воды у вратаря соперников, усыпил бдительность, а потом лично организовал гол в его ворота. Все ведь по правилам, положение вне игры при аутах не учитывается. Но знаете, после просмотра этого момента, просто еще раз удивляешься гениальности бразильца. В матче чемпионата Испании между Реалом и Севильей уже на девятой минуте вингер-мадридцев Марко Асенсио был сбит недалеко от ворот гостей. Арбитр зафиксировал фол, назначил штрафной, но при этом не показал жестом, что стандарт должен исполняться по свистку. И пока пострадавший приходил в себя, а севильцы переводили дыхание, Начо точным ударом поразил незащищенные ворота соперника. При этом гол был засчитан, несмотря на все апелляции со стороны гостей. А вот эти парни показали всем, чем они занимаются на тренировках. Такого крутого розыгрыша не ожидал ни один футболист соперника. Посмотрите, вратарь ведь даже не шелохнулся. Да куда там? Он скорее всего не понял, кто же все-таки нанес удар. А вот наши следующие герои затеяли нечто еще более эпичное и грандиозное. Но что из этого вышло, смотрите далее, друзья! В попытке удивить соперника и продемонстрировать болельщикам свою крутую игру, эти футболисты показали, что они умеют отлично стрелять по воробьям. Хотя поначалу все действительно замерли и ожидали увидеть нечто. Но ничего, пускай еще потренируются. А пока же можно поблагодарить парней за хорошее настроение. На этом все, друзья! Сегодня вы увидели, что в футболе также есть место небольшой хитрости, проявлению ума, фантазии и даже дерзости. Напишите, какой эпизод вам понравился больше всего? А может где-то было нарушение правил? Не забывайте о лайках и подписке на канал! До скорого!